Приветик драконятки! Угадайте, что мы с вами будем делать. Верно, я буду брать племена из ДС, засовывать их в мясорубку и полностью переделывать. Ладно-ладно, они все еще в какой-то степени будут узнаваемы, но и я не планирую останавливаться на добавлении пару чешуек. Давайте начинать. В основу тела сразу лег динозавр, название которого я забыла через минуту. Плезиозов. Давайте не будем выпендриваться. Это лохнеское чудовище. Ну и для разбавления взяла пару картинок классных морских обитателей из Пинтереста. Знаете, моя цель на все эти редизайны сделать наименее реалистичных ахо. Поэтому мига тонкая шея прямо в самый раз. Обожаю что-то подобное мультяшное. А, а еще лапы рисовать было тем еще испытанием. В итоге они конечно получились у меня, но все-таки я в жизни не задумывалась о том, что буду рисовать ласты. Или... Погодите-ка, как это называется? А вообще я только с помощью этого скелета лохнеского чудовища узнала, что их ласта это огромная сращаяся рука с длинными пальцами. Ну и хорошо, что она сращаяся. А то это мне бы точно снилось в кошмарах. Но я люблю кошмары, поэтому я решила нарисовать эти лапы с более четкими пальцами. А также заметно, как я вообще не забочусь о суставах и костях этого существа. Возможно это мой скрытый садизм. А так, ребят, это волшебство и магия. Фэнтези-редизайн. Еще есть история связанная с этим дизайном. Этот дизайн был создан в октябре 2023-го. Уууу, загадочно, да. На самом деле эту идею, редизайн племен, я придумала именно тогда. И тогда из всех редизайнов я создала только морского. Выложила его в свой телеграм-канал. Ииии, не закончила. В тот момент я не смогла собраться с силами и все-таки нарисовать все клемена. А вообще именно в честь того самого старого редизайна я передние лапы, ласты, сделала с отсылкой на прошлые. Тут я уже думала, что вот-вот закончу. И видимо угадала Хаха. Ладно-ладно, потерпим. Вот он редизайн морского. Я, кстати, забыла сказать в начале спидпейнты про это. У него есть жабры, парус, ласты и такие точки на спине. Возможно эти точки можно сделать люминесцентными, чтобы сохранить особенность из книг. Неплохо, неплохо, мне нравится. Но по секрету скажу, что подбор цветов на морском, до того как у меня вылетела программа, мне понравилось чуть больше. Настало время земляному племени. Но очевиднейше, что они жабки. Как же по-другому. Вот каждый редизайн, который рисую, я представляю в книгах. И земляное из всех редизайнов мне нравится представлять больше всего. Знаете, на уме сразу момент, где орела с глином приходят в земляное королевство, а там везде низкое квакание и морды огромных жаб и смутной воды. Хаха, я уже представляю это в реалистичной анимации. Да, я люблю такое. Всякие огромные существа это мое. Чем мне еще нравится эта задумка, челлендж? Так это тем, что я рисую. Если говорить прямо, то не драконов, хоть и присутствует основа в виде племен. Хахах, я из прошлого, какого-нибудь октября 22-го, сидела бы в шоке от того, что я нарисовала что-то кроме драконов, смотрящих вправо или лево. Вот и результат, мне это очень нравится. Наверное, один из любимых редизайнов. Ао, а это редизайн ночного. Вдохновение нашло на меня сразу, это такие горгульи. Поэтому этот дизайн получился самый простой и мультяшный. А еще я вдохновлялась такими мордами китайских драконов, или не китайских, возможно мне стоит больше разбираться в видах драконов. Результат, мне нравится то, что его хвост выглядит как стена крепости. А это конечно радужные драконы. Очевидно, я взяла попугаев для редизайна. Мне еще так понравился этот хохолок у попугая. Представьте, если в книге реально были бы радужные с хохолками. Все, мне нужно запатентовать эту идею. Ждите, я начну работать на созерленд и в четвертом цикле будут радужные и с хохолками. На самом деле мне этот редизайн нравится. Он какой-то атмосферный, даже не знаю, приятненький. И кстати с него я влилась в этот челлендж. И придумывать дизайны, рисовать стало легче. Ха-ха-ха. А возможно в этом виновата большая разница во времени. Когда дело дошло до покраса, я сразу поняла, что придуманный окрас тут не впишется. Поэтому, конечно взяла самую узнаваемую радужную. И взяла ее краски. Мне кажется хорошее решение и можно сравнить с оригиналом. Ха-ха, да, мне понравился этот дизайн. Как и многое во всех этих рисунков, крылья с перьями я никогда не рисовала. Поэтому полностью опиралась на картинку с попугоем. И вроде даже интересно получилось. А ведь в этой вселенной, с такими разнообразными племенами, притворяться драконом из другого племени будет очень затруднительно. И вот какой грифончик получился. Ха-ха. Во время спидпейнта я уже все рассказала, поэтому можно просто посмотреть на законченный рисунок. А поэта ледяной. За идею из животных севера я взяла овцы быка и полярную сову. Ее я кстати почти не использовала за исключением крыльев. А вот овцы быка. Ой-ой вы увидите на результате. Да, в конце такого исхода событий я сама не ожидала. Но спустя некоторое время смотреть на редизайн. Мне он нравится. Необычно. Да, я добавила ледяным шерсть. Сначала было странно смотреть на ледяного с шерстью. Но потом стало даже привычней. Теперь ледяные барашки. Никогда не сомневалась в этом. А еще я очень люблю эту чешучатую кисть. Буквально в кучу редизайнов ею пользовалась. И вот ледяной. У него закрученные рога, шерсть на теле, ледышко на конце хвоста и крылья с текстуркой. А вот и пришло время шелкопредиком. Тоже за базу буду брать бабочек. Но и добавлю моль. Моль это весело. Панталийцы у меня получатся сильно различные с пирицами. Они сильно инопланетнее выглядят. Ха-ха, по-другому не могу объяснить. А еще у них будет два хвостика. Все думала, кому же из племен их запихнуть. А тут на фотке у бабочки есть нечто похожее. Вот вы и узнали мою вторую слабость. Обожаю дополнительные конечности, будь это еще одна пара лап или или крыльев. Смотрится необычно. А если вы заметили, я взяла персонажа из оригинала для покраса, конечно синь. Вот он, готовенький. Я постаралась сделать ему худощавое длинное тельце. От моли редизайну достались черные большие глазки и антенки вместо рогов. И в один момент ради интереса я решила добавить длинный хоботок. Язычок, мне кажется круто. Раз шелкопредика сделали, значит нужная еда жалика. Взяла картинки шершини и паука, арахнофобы. Все нормально это нейросити. Такого не существует, не смотрите туда. Мне еще понравилось то, что их глазки автоматически злые изначально. Злодей такой. То как они будут ходить с таким большим хвостом явно не моя проблема. Приспособятся. Моя вселенная я устанавливаю тут правила. Точно так же как и летать на этих крыльях. На самом деле этот редизайн мне тоже сильно нравится, смотрите какие классные коготки. А еще у них две пары глазок и антенки на голове. Да-да, у них кроме четырех глазок еще и шесть лапок. Ха-ха, это к моей слабости про которую я говорила. Знаете чем, мне еще этот редизайн нравится. Причем я не думала об этом, когда его создавала. Это его размер в сравнении с шелкопрядом. Шелкопряд кажется больше. И это так классно то, что шелкопряда больше, но и одожалы опаснее. И вообще шелковые боятся их. Опа спайлер. Я не знаю меня это так позабавило. Тогда давайте закроем панталу и сделаем листокрылов. За идею был взят конечно богомул. Ну и пару растений. А как же. Я сразу поняла, что листокрылов у меня будут длиннющими, высокими. На кончик хвоста я добавила и мухоловки. А почему бы нет. Может быть будут служить для отпугивания. И посмотрите на исп передние лапы. Видите какая страшилка. Представьте. Приехали вы на речку. Наслаждайтесь летом. Смотрите на другой берег. А там среди деревьев 6 это это. Уууу. Вот он результат. Меня эти руки завораживают. И жуткой. И необычно хаха. А теперь по этим идеям угадайте какой редизайн я делаю. Верно? Все правильно. Под конец я решила, что мне не хватает экстрима в этом челлендже. Поэтому почему-то решила сделать еще одного ночного. Проблема в том, что это было не специально. Главное еще, что я сделала в этом редизайне буквально отсылку на прошлый. Самое веселое это то, что я поняла, что натворила во время того, как я начала водить название файла. Ну а что делать? Начинаем переделку под песчаного. Теперь песчаный. Это дракон в котором смешали койота, фенька и кактус. Надо же было эти шипы по телу оправдать и большие ушки. А так добавила еще рог над глазом, как у змеи и шипы на крыльях, которые стали выглядеть как кактусы. Мне кстати это понравилось. А на кончик хвоста эту погремушку, как у змеи. Вот он, страдальческий результат. Помню свои эмоции, когда поняла, что натворила. Но на следующий день, все быстренько исправила, так что. На ошибках учится. Я научилась, что нужно перепроверять то, что рис и ухаха. Но результат мне нравится. Вау. Настало время самого последнего дизайна. Это небесный. Его я решила сделать виверной. И знаете, такого стандартного представления о драконах. Красные, с большими рогами, с огромным ртом. Ну и вот это сердечко на конце хвостика, конечно. И наконец, перегланный небесный. Мне нравится эта чешуя на нем, ха-ха. Классный редизайн, мне нравится. Получается, спасибо, что посмотрели. В комментариях можете написать, какой из редизайнов вам понравился больше всего. Да, да, комментарии важны. Заходите в телеграм-канальчик. И удачи, пусть луны хранят вас. Субтитры сделал DimaTorzok